Жители Ленинского района и градозащитники продолжают собирать подписи в защиту парка Дубки. Они еще не знают главного решения, которое накануне вынесла комиссия городской думы по инвестиционной политике и земельным отношениям. На митинг собралось около 800 человек. К ним обращается глава города Владимир Панов. По моему поручению комиссия, инвестиционная комиссия предминистрации города приняла решение об отказе предоставлений данных земельных участков. Моя позиция как мэра следующая, что безусловно в нашем городе мы уважаем все взгляды и точки зрения к религии, к конфессии. Поэтому общественное пространство, это общественное пространство. На сегодняшний день в рамках, например, комфортной городской среды общественное пространство должно строиться только исходя из точки зрения жителей. Сегодня тот редкий уникальный случай, когда глава города пришел, что называется, не с пустыми руками. Не сообщить какие-то общие слова, что может быть будет, может быть не будет. Он пришел совершенно с четким, конкретным ответом. Это именно те конкретные слова, которые мы ждали услышать. Панов подчеркивает, что сейчас необходимо повышать культуру решения таких вопросов. Все инициативы должны идти снизу от самих жителей. Глава города категоричен. Администрация больше не будет участвовать в обсуждении вопросов, касающихся благоустройства. Нижегородцы все решат сами, а потом передадут свои предложения власти. 18 марта в Нижнем Новгороде пройдет общегородской референдум, на котором каждый сможет выбрать территорию для благоустройства. Активность жителей Ленинского района не оставляет сомнений. В итоговый список войдет и парк Дубки. Наполнить его аттракционами различными, горками, я думаю, летом какие-нибудь еще сооружения поставить, чтобы больше народ сюда приходил. Ведь нет в нашем районе нигде такого парка. Машин море, дышать нечем, и мы спасаемся только вот в саду. И молодые, и старики, и все. И если вот его вырубят, прям реветь будет. Я бы не сказал, что он развивается. По-моему, тут специально делают, чтобы его запустить, этот парк. Особенно вот та сторона, там нужно делать санитарную вырубку просто негодных деревьев. Чтобы парк был действительно настоящей зоной отдыха, нужно, значит, ну кому-то, организатору какому-то взяться за это дело. Кстати, подготовка к благоустройству парка Дубки уже идет. Проектный эскиз затрагивает абсолютно всю зеленую территорию. В феврале на общественных обсуждениях жители сами решат, где необходимо поставить детские площадки, летние сцены, добавить освещение. Реконструкция парка пройдет в два этапа. Начнется в этом году, завершится в 2019.